Приветствую вас, и что делать, остаться с девушкой или уйти от нее, решать вам. Я бы сказал так, что научить необходимо с того, что советов, психологи вам давать не будут. И вообще-то говоря, унижение, которому вы так опасаетесь, оно и заключается в антимом ожидании каких-то советов со стороны психологов. При этом, наверное, вы ожидаете советов таких высокомерных, с высоты опыта или как-то еще. На самом деле, если кто-то из психологов так себя ведет, а мне кажется, что у вас был какой-то опыт, все-таки раз вы считаете унижением, или может быть у вас просто предвзятое мнение к тому, чтобы делиться с кем-либо своими переживаниями. Но тем не менее, так поступают не очень хорошие профессионалы. На самом деле, психолог, он дает рекомендации, он показывает, помогает оценить человеку ситуацию, в которой тот оказался так, чтобы тот увидел ее полно. И видя полную картину, уже смог бы принять такое решение, которое бы максимально отвечало его идеалам, его ценностям и стремлениям. Итак, началось все с того, что у вас в качестве реакционных действий, реакционных моделей поведения, то есть такого поведения, которое образовалось в результате реакции на поведение родителей, образовались некие стандарты, некие стандарты и требования к окружающим людям. И эти требования, они в общем-то хорошие, они правильные, хотя есть и кое-где перегибы. Но без перегибов нельзя, потому что человек не идеален и соблюсти меру во всем он не может. И как вы раньше во всем себя ограничивали, и это была крайность, так сейчас вы, может быть, многое себе позволяете для себя, для вас, и это тоже крайность. По крайней мере, это было крайностью тогда, когда вы начали, ну, скажем так, предавать свои ценности, свои идеалы. Но так вы считаете и вы. Вы, наверное, считаете, что вы начали их предавать. Видите ли, проблема основная заключается в том, что идеальных людей не бывает. А вы искали себе именно идеального человека. Вы искали себе именно идеальную девушку, которая бы отвечала вам и вашим требованиям во всем. Так, к сожалению, не бывает. И вот, пожалуй, сам факт наличия идеала, он представляет из себя некую такую, знаете, мифическую категорию. То есть вы сами себе представляете мир, где есть девушка, которая отвечает вашим требованиям. И есть вы, который с этой девушкой находится. Но давайте мы все-таки с вами попробуем, попробуем. Я не говорю, обязательно примите мою позицию, пожалуйста. Может быть, ее и не надо принимать. По крайней мере, полностью. Попробуйте просто допустить, что вот тот самый идеал, это все равно что сказка. Миф. Как миф, например, о боге древних греках. Как миф, например, о мифических существах каких-то и так далее. То есть это сказка. Для чего придумана была эта сказка? Чтобы все объяснить, чтобы все понять, чтобы все было просто и ясно. Вот для чего придумала сказка. Когда у людей не было объяснения мира, того, почему человек существует, почему есть природа, почему есть животные. Был миф о богах, которые все это создали. Сейчас и со временем, когда знания появлялись новые, человек постепенно отходил от мифов. Он меньше внимания стал этим мифам уделять. Потому что они, эти мифы, они уже не удовлетворяли его. Он видел слишком много доказательств того, что все немного не так. Не так, как было в этих мифах. И когда мифы частично утратили свою силу, появились проблемы. И эти проблемы человеку пришлось решать. Вот так же и вы, отойдя от идеала, вы моментально встретили девочку, которая вам понравилась, но которая не является идеальной. Я понимаю, почему вы воспитали в себе эти требования, эти стандарты. Вы сделали это, как бы, в ответ на негативное поведение ваших родителей. И, возможно, вы этим поведением своим пытались что-то доказать им и себе. Так вот, вы, как бы, боролись с ними и с собой через других людей. Может быть, переосмысление ваших ценностей, переосмысление ваших идеалов. Стоит начать с того, чтобы лучше понять родителей, почему они вели себя так, что заставило их вести себя так. Да, это слабость. Да, это плохие вещи, которые они делают. Но что-то же их заставило. И вот, поняв причину, по которой они так себя вели, вы увидите полную картину мира. И увидев эту полную картину мира, в рамках родителей, конечно, вы получите объяснение их поведения. А объяснив их поведение, приняв их, отнесясь к ним с сожалением, с жалостью, вы перестанете себя им противопоставлять. И исчезнет, исчезнет нужда в том, чтобы думать в контексте высоких, серьезных, сильных требований. Потому что, когда мы хотим человека любить, когда мы хотим быть человеком в отношениях, то мы не предъявляем к нему требований на самом деле. Мы принимаем его таким, как он есть. И когда вы говорите о требованиях, вы хотите создать свою семью, которая не была бы похожа на семью ваших родителей. Таким образом, вы противопоставляете себе. Но правда в том, что люди могут быть какими-то угорно плохими, слабыми и так далее, но если они друг друга любят и стремятся друг к другу, то все их слабости, которые являются в принципе природными, они не имеют значения. И вы, вот если позиционировали себя высокоуморальным человеком, вам бы желательно отделять природное от личностного. И природное здесь это удовлетворение научно, удовлетворение желания, и это нормально. А личностное здесь это отход от восприятия людей через свою собственную оценку и принятие их такими, какие они есть. Ваша девочка имеет свои недостатки, безусловно, но у нее есть и плюсы. И когда она не знала вас, она не могла поступать иначе, чем поступала. Она не знала, что вы в ее жизни появитесь. Но она хотела жить, она хотела жить полной жизнью, ни в чем себе не отказывая. И вы, кстати говоря, вы ведь тоже написали, что вступали в интимную связь перед ней с другими девочками. И вы, получается, тоже, как бы, она у вас не первый партнер. Но вы предъявляете к ней эти требования. И таким образом вы не слышите ее в этот момент. А для того, чтобы услышать ее, вам нужно спросить себя, а если бы она предъявила бы вам такие же требования, и сказав, что вот ты до меня с девушками спал, я не могу с тобой общаться, не могу с тобой контактировать. Нормально. Как бы вы к этому отнеслись? Что бы вы стали делать? Ведь вы не можете изменить прошлое. Оно от вас не зависит. Думаю, что в этой ситуации вы либо считаете, что девушка имеет право такой вопрос задать вам, либо не имеет. И если она не имеет, то вы ставите ее ниже себя. И в таком случае нельзя говорить о равноправных отношениях. А если вы считаете ее равной себе, то тогда все, что считаете правильным для себя, сделайте правильным для нее. И вы познаете себя. Вы лучше увидите себя. Как это выглядит со стороны. Именно в этом и кроется познавательная роль взаимодействия с другими людьми. Через других познанию себя. Ну и наконец, дальше. Вот. Она не соответствует полностью вашим идеалам. Хорошо. А что конкретного, страшного в том, что каким-то вашим требованиям она не отвечает? Вы охарактеризовали ее как чистую, светлую и так далее. И этого достаточно, чтобы с ней жить. В чем именно для вас негативный эффект от несоответствия вашим требованиям этой девушки? Чего вы боитесь? Чего вы опасаетесь? На этот вопрос нужно ответить. Ну а если вы боитесь, что она будет изменять вам, боитесь, что она предаст вас, то скорее всего подобный страх идет из детства опять-таки. И нужно опять-таки понять, почему в вашей семье было предательство. И понять его причины. И вот поняв причины предательства, уже никогда не допустить их возникновения. Так вы и уверенность в себе повысите. И отношение сохранится. Ну и наконец последнее, что мне хотелось бы вам сказать, это то, что решать, что делать вам на самом деле. Отдаете вы предпочтение именно, как бы это сказать, конкретизации своих требований? Будете ли вы дальше стремиться к идеалу? Надеюсь его найти. Ваше правило. Примите ли вы то, что у вас есть сейчас, как наилучший вариант? Тоже ваше правило. Но вам нужно осознавать, что если человек гонится за идеалом, то он его искует. Никогда не найти. Все больше и больше разочаровываясь в том, во что он верит. А если вы примете свою девочку как самую лучшую, окружите ее лаской, заботой и теплом, то она для вас станет той самой идеальной. Потому что ни одна женщина не предаст своего мужчину, если он для нее делает все, что может. Если он ее любит. Но нужно отдельно рассмотреть вопрос предательства, что это такое и какова его природа. Может быть вы не очень хорошо понимаете, что такое предательство. Я имею в виду, вы знаете, что это, а вот понимаете ли это явление? Вот это большой вопрос. И, собственно говоря, если вам так тяжело и вы хотите с девочкой все-таки остаться, то вы постарайтесь подумать и представить такую ситуацию, что до вас она не жила. Она существовала так же, как существовали вы, вероятно. А вот когда вы друг у друга появились, вы проснулись и началась настоящая жизнь. И постарайтесь ввести отсчет именно с этой точки, а не с той, что была до вас. Просто проведите границу. Вот то, что было до встречи с вами у нее, это было не жизнь. Но это было просто вот что-то, знаете, какая-то такая тень, тень жизни. А вот когда вы начали встречаться, вот тут-то и началась та самая настоящая, полноцветная, разносторонняя, чувственная жизнь. Потому что ради вас, уверен, она хочет быть лучше. А вы ради нее хотите быть лучше? На этом все, надеюсь, что помог вам, если какие-то вопросы остались, соображаетесь в личку. Помогу, если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучше. Спасибо. Спасибо.